Девушки отдыхают Если кошмарная жидкость всемирной выставки распространилась так далеко Одна только мысль вызывает ужас Ах, и зачем я об этом думаю? Ну-ка, чё там у нас? Попробуем Тихо назад Ну давай, сволочь, подходи Ага, подходи Вот он и подошёл, да? Слишком долго замахивается Ты ещё жив, что ли? Вот и всё Сразу бы так отъехал Локация что-то напоминает теперь Dark Souls 3 Ха-ха-ха, я, кажется, не знаю Я там смотрю и прям всё вызывает какие-то ассоциации и Souls Странно Да ты прикалываешься сейчас? Подлечим А, подожди, стоп, не то Подлечимся Пойдём Тут, по идее, должен быть тот самый персонаж, которому нужно отдать перчатку Как же собаки бесят-то, а? В играх Когда они враги, само собой Что это было? Не надо вот этой херни Ещё одна собака Да вы чё, издеваетесь, что ли? Я не пойму Сундуком, видимо, решили меня Отвлечь, да? Украшенный изолирующий преобразователь от Бельфорда Бельфорда, точнее Это вот здесь получается, да? Вот новый Чё он там делает-то хоть? Вес у него такой же, зато защита от физ. урона лучше От огня Снижение от урона, от кислоты похуже Сопротивление электричеству лучше Ну давайте, думаю, не просто так дают, да? А, там ещё кое-что было, я не знаю Там пойдёт, не пойдёт Шанс снижения Так, понятно Вот эта штука, конечно, да Но на два тяжелее Я думаю, что слишком тяжело уже будет, да? А, ненормально Пойдём Не знаю, как мне это поможет Опять же Надеюсь, что это прям реально помогает А не, это фигня какая-то Слышу страшные звуки какие-то Там уже по мне стреляют А, там уже стреляют по мне И ещё здесь капканы есть Поэтому нужно смотреть внимательно Ну тут ещё и заражение Класс Отличное место, я считаю Так, быстрее, быстрее, быстрее Там ещё вон плюха есть Подожди, знаешь, что мы сейчас сделаем? Где у нас там фигня? Вот Иди как папке, давай Подожди ещё раз Надеюсь, там что-нибудь полезное Тусклый осколок эрга Но вообще он этого не стоило на самом деле По-моему Хотя можно было, наверное, и не использовать уже Да, эффект бы сам пропал О, началось Ну вот что такое-то, а? Блестяшками меня отвлекают Я как сорока вижу Чё-чё блестит, сразу бегу О, здорово Блин Серьёзно? Давай ещё, а? Ещё давай Во, хорошо пошло Стоп Фигня Да что такое-то, а? Как же бесит, слушай Да ему вообще пофиг Просто спамит одной атакой И всё, понимаешь? Ну нахера таких врагов делает? Слушайте, я не понимаю Но это просто больше раздражает Ну блин На него вообще нихрена не работает И дебильные атаки Он спамит ими одинаковыми этими Достал он уже, честно Ну вот, ну понимаешь Ну это в принципе было ожидаемо Но я нихрена даже сделать не успеваю Потому что я не могу его ударить Не могу сильной атакой сбить его Ну, типа, застанеть его Не могу провести легендарную атаку Потому что он всё время атакует Да фигня вообще Неплохо Да он одной атакой спамит Понимаешь? Ну блин, это капец, конечно Вообще ни о чём Всё Всё Патроны Легиона Ну, по крайней мере Оно того хоть стоило Я не знаю Можно теперь прокачать Другую какую-нибудь Руку Легиона Там уже мелочь стоит Но мне нужно, по идее, туда Поэтому Да ёб твою мать Да вы прикалываетесь Да он чуть меня не убил Блин, один Один, понимаешь Охренеть вообще И это вообще того не стоило Ну класс Даже ничего положить не могут Нормального, блин Ты у нас кто? Очередной горец Давай уже Там чё-то ещё Внизу Смотрите А, это наверное Отсталось от Врага Который взорвался Когда я убегал Ой, блин Ну да Мне надо вообще Подниматься Или опускаться Вопрос на миллион Лунный камень Полумесяца Отлично Могу прокачать Пуху ещё Да ты прикалываешься Бежим У нас проблема Серьёзная Прямо сейчас Да как он так Увернулся Там ничего нету Сзади Ага Пойдём Особая ампула Сопротивления Погоди-ка А здесь наверху Чё-то есть, да? Может срез какой-то Или ещё что-нибудь Было бы неплохо Вот, смотри Чё-то есть И что это? Хотелось бы узнать Цепь получили Которая особо Нафиг нам не нужна Вон там можно подняться Ну ты погоди Чё-то я слегка запутался По-моему Это возвращение к началу Есть у меня Такое подозрение Да? Да Это другой проход Просто Ну-ка, а чё у нас Тогда вот здесь? Я, наверное, сделаю Вот так сразу Чё нет-то Если да Начнём с этой стороны Что у нас здесь? Чёртовы алхимики Как они могли Поставить Такое чудовищное Условие? Ну не то, чтобы Меня волновали Эти люди из отеля Но всему есть предел Эм, как дела? Довольно странно Встречаться в подобном месте О, не делай вид Будто тебя удивляет Что я тебя опередил Ведь я способен Ускользнуть От страшнейших монстров И существ Справедливости ради Твоя доблесть Приносит пользу и мне Я скажу тебе кое-что Раз уж мы почти коллеги Говорят Ужасный монстр Живёт на скале На дальней стороне болота Ведёт себя словно ворона И собирает блестящие вещицы Я свистнул сокровища из его логова Редкие детали И оружие, достойное героя Заинтересовался? Если охотишься на эрго-монстров Может быть воспользуешься моей подсказкой? Ты достойный охотник И это солидная добыча Покажи ты болотной твари На что способен Так, хорошо Чё у нас тут говорят? А вот нужен Синий меч Нужен, насколько я знаю Для квеста мне сказали Ну здесь классный медальон После успешной атаки Временно повышает физический урон Это вот хорошая вещь Ну для квеста сказали Нужен вот этот меч Так что наверное я возьму меч Всё-таки Или пока Хотя давайте всё-таки я возьму Да, синий меч Сказали брать Давайте Посмотрим хоть как это выглядит, да? Секунду, можно поговорить Блин, подожди О перчатках Евгении Это что, подарок спасителю? А девчонке техника? Хм, не припомню Я спас многих из простого народа В общем, поблагодари её, наверное О боже, эти перчатки просто кошмар Они даже не подходят Это какой-то прикладной розыгрыш? Боже мой Никогда мне эта девчонка не нравилась Она прям как он Забудь Я думал, у тебя будет вкус получше Какая досада Убери этот мусор с глаз моих долой Вот так вот, короче Поняли? В общем, он что-то там мутит Я так понимаю, что он, наверное Не самый лучший Этот, как его Персонаж в этой игре, да? И возможно, он будет лупасить персонажей Теперь в этом В моём доме Такое же тоже возможно Кстати, да, я хотел же посмотреть Как эта штука выглядит хотя бы О, смотри, какой меч Они что такое? Атака прям что-то знакомая И уж больно И вот, смотри, Херакс Слушай, а прикольно Мне нравится Типа урон-то у него Поменьше, чем у меня Но если его прокачать Может быть, что-то прикольное и получится Ну, короче, тема прикольная Будем иметь в виду А это что такое Блин Блин, эти собаки Они везде просто Да ёп, даже ударить второй раз Не успеваю, понимаешь? Капец Мне уже начинает пригорать Подожди-ка Мне походу сюда и нужно, да? Я там значит кое-что упустил в башню Ну ничего, мы сейчас вернёмся Не переживайте Не переживайте Всё мы найдём Всё заберём Если я игру, конечно, опять же, говорю Раньше не удалю, блин Что-то там взрывается Ух ты, нихрена себе там долбят Я понял Ладно, давай пока проскочим Красиво было, да? Да ты прикалываешься сейчас? Тихо Ну это пиздец Тихо Потап Здесь вроде все Сейчас поднимаемся наверх Там я помню еще одна плюха была, но Типа, какая разница Там какая-то херня, как обычно, но мы потом заберем, ладно Вдруг там кварц Хотя я сильно в этом сомневаюсь И что, это можно сломать, да, я так понимаю? И что, там где-то вообще здоровье А, все Оно больше не работает Клинок-то пораживаю в марионетке, ну понятно Просто Ну вот эта фигня исчезла, хорошо Просто не пойму я, куда нам отсюда Идти-то Тут вроде бы ничего такого нету Клинок-то пораживаю в марионетке Ну получается, как ты Так мне кажется, клинок-то пораживаю в марионетке Клинок-то пораживаю в мариона Так же Аминь Оно и лунный камень полумесяца хоть что-то хорошее блин там еще это что-то такое чудо дамаг то вообще да ёб твою за ноги стоп не туда вот наконец-таки то есть вблизи эта штука просто не работает понятно только я вот не пойму серьезно нам куда то есть вот в ту сторону нужно идти так понимаю да вот там это болото да какой-то проход все-таки все-таки здесь есть там что-то какая-то плюха есть подожди к вернемся на фигня на какая-нибудь ладно пошли заберем лишним не будет я думаю вдруг там реально что-нибудь полезное будет что-то не получается у меня ни хрена он еще жив ты прикинь о наконец-таки очередной этот как его старгизер это великолепно надо будет сейчас вернуться прокачать оружие это что такое не пойму угу так они правда существуют другие марионетки как я не связаны основным протоколом я думал что я такой один меня ненавидят сородичи ведь я без протокола монстры люди марионетки все они ненавидят меня но я хочу дружить с людьми если научусь чувствовать у меня получится если расскажешь мне как я верну должок я хочу научиться чувствовать здравствуй мой единственный друг что ты пришел сказать мне рассказать о грусти теперь я понимаю как страшно терять близких может я и не могу плакать но надеюсь что теперь смогу утешать других спасибо когда хлопаешь показываешь что твое сердце наполнено радостью приятно чувствовать себя живым спасибо ну пока все да ладно и страшные звуки я уже впереди слышу мне это не нравится телепортироваться в крат сейчас придется нашу подругу разочаровать немножко да эй насчет той моей просьбы ты отдал алидору перчатки фух я так не нервничала даже когда проходило тестирование для продвижения в союзе ладно я готова скажи мне правду алидора обрадовался перчаткам давайте не будем ее ну расстраивать он был счастлив правда какое счастье я уверена в своем оружии но перчатки делала впервые поэтому немного переживала ладно они немногое мне показалось что перчатки станут логичным подарком ведь я знала что он потерял палец при мне в конце концов это произошло пока он спасал меня когда башня мастерской рухнула мы застряли под обломками и могли умереть с голоду если бы тогда пес не пожертвовал пальцем думать не хочу об этом и все же забыть не могу я никогда не смогу отплатить ему за это даже если посвящу этому всю свою жизнь но с этого момента я буду хотя бы пытаться спасибо я слишком стеснялась сама дарить ему такое к слову о подарках у меня есть кое-что для тебя прими это с моей благодарностью ага улучшить да давайте бэмс что там дальше надо еще нужно хорошо а касательно того оружия что там надо для прокачки да у меня хватает попробуем и здесь нужно убывающий лун и камень протокола еще три штуки дэ ага и принципе там дамаг уже по моему серьезнее да плюс минус ну прям да он уже почти подходит к тому урону и плюс один еще и вообще будет дичь сейчас подожди секундочку там вроде продавалось что-то такое я помню чтобы не было уготовано судьбой я всегда буду рядом с госпожой антонией слону это он говорил да вот как раз три штуки и вроде как здесь все пойдем может побегаем с новым оружием для разнообразия ай ай ну и вы дали 313 уже полный лунный камень протокола нужен ну-ка ща посмотрим да только единственный шанс снижения урона при блокировании меньше гораздо плюс еще вес гораздо больше тяжело уже все прям совсем да ну в принципе я еще жив как бы не жив мы поняли о чем я может что-то здесь тогда убрать потому что я в этом особо ничего не вижу путного вот хотя бы так еще что-то я могу сделать да у меня тут есть всякое может я хотя бы уровень подниму а да еще один момент там нужно поменять рукоятку потому что скажем так скажи тебе скажу потому что здесь скорее всего на подвижность до упор делается но можно по идее на талант ну да видишь будет от таланта поэтому это не самый лучший вариант лучше все-таки на подвижность качаться можно в принципе очки распределить по-другому несколько и на подвижность заточить да ну сейчас будет видишь хуже если я ну да оставим пока все как есть сейчас я ну очко одно хотя бы волью в подвижность каков бы ни был твой выбор я буду ждать а ну она говорила это да у нее все изменилось здесь диалоги перед прокачкой угу ну пойдем давай начнем наверное отсюда вернемся обратно и что сделаем там залезем на башню спустимся вниз посмотрим что у нас там иметь иметь иметься будет да нам нужно вот сюда пойдем ну мне нравится как оно выглядит слушайте вот эта вот анимация перехода очень клевая а что это вообще описание то мы не читали нифига слушать читы я косячу написали бы мне хоть что ли дима прочитай описание не забывай читать а описание нет вот клинок кристального меча эрго изготовлены алхимиком необработанное лезвие затупляется при каждом ударе но стабилизация возвращает ему остроту словно время оборачивается вспять как бы алхимики не старались этот кристалл не держался на мече однако его удалось чудесным образом восстановить он как будто выжидал своего часа а подожди то есть он типа сам восстанавливается правильно понимаю ну сейчас проверим ох ты еб твою за ногу тихо назад все готов ты сейчас вообще попал понимаешь у тебя вообще бешал это я понимаю пуха слушай прикинь если бы еще прокачал бы подвижность как бы было бы здорово и весело ну конечно да долго замахивается но ничего она по моему того стоит хотя на бойсе наверное я херею просто у меня такое ощущение почему-то и что может кварц там будет а было бы здорово а не вряд ли блядь тупанул ну ты прикалываешься что ли ну да конечно она очень медленно это вот ее это вот проблема этого оружия или слушайте погоди пока секундочку давай мы глянем что у нас тут имеется может что то полезное будет не опа какой то у нас рыцарь тут так 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 упс а его нельзя бэкнуть я так понимаю да упс стоять стоп получилось красота звездный осколок очередной дайте кварца амулет перезарядки да что ж такое что там за амулет это у меня есть во первых смотри вот амулет восстанавливает амулет который можно надеть на марионетку чтобы получить особые силы на символе можно запечатлеть информацию о воспоминаниях и воспоминания этот амулет мог повторно очищать импульсные ампулы и усиливать восстановление и считался новшеством даже в мастерской вскоре появилось множество его вариации ну-ка прикольно посмотрим как это работает и там какое-то еще я нашел кольцо выучки марионеток биты какой-то там типа дует что-то дуэлянта фехтовальщика вот замедляет снижение прочности оружия понятно ну-ка вон смотри как она быстро восстанавливает просто интересно там еле-еле вообще а по-моему того вообще не стоит ну-ка где там ее здоровье а он тут типа в реальном времени не показывает видишь 369 что-то долго мне кажется будет ну пускай ладно пошел сейчас вниз спущусь и включусь поставил на подвижность чтобы урон увеличить от оружия от этого что-то сложно этим оружием конечно орудовать скажу я вам я проиграл да потерял все уже свою душу так вы не переживайте о хорошо как вышло да ну что-то да это хрень живучая трындец неплохо ну ничего особенного опять же не дали дайте кварт сволочи что за фигня то блин а даже как-то обидно сейчас секунду пойдем да блин как-то капец какой-то ну и вот нафига все это нужно было ну вот серьезно вот это вот все нужно было ради этого короче снял только этот амулет который восстанавливает хп потому что он вообще имеет нулевую ценность он ничего не восстанавливает толком слишком много времени ждешь там реально до хрена времени ждешь и вообще никакого толка от этого нет бесполезная просто хреновина абсолютно бесполезная так что мы сейчас идем к старгейзеру перемещаемся к другому старгейзеру идем дальше потому что ну это капец ну конечно вот проблема этого оружия что она тоже слишком медленная И как бы, блин, все-таки дамаг не сильно уж и компенсирует, типа, то, что оно медленное. Вот в чем вся беда. Фиг знает, короче, побегал так, пока непонятно по ощущениям, что она дает. Тут еще эти здоровые роботы есть. Блин, класс. Нужно сначала наверх подняться, потому что это мне жизни не дадут. Эти твари, которые наверху там стреляют. Да, я знаю, что там бабочки есть, но как вы себе представляете-то это все? Ну, в смысле, как я буду ее там за ней бегать, если... Тут кругом стреляют. Только я понять не могу еще другого. Как сюда залезть-то? Там ворота закрыты. Ну, зная эту игру, вполне вероятно, мне намекают, чтобы я, скажем так, сначала убил... Сначала, наверное, убил врагов, а потом только откроются ворота. Я правильно понимаю? Или что за фигня? Или, может, можно обойти, может быть, там сзади есть какая-нибудь хрень. Ну, здесь есть, по крайней мере, сундук. Ну, что-то, да, дамаг что-то какой-то не очень, мне кажется, да? Как-то фиг знает, я ожидал большего. Вроде тоже там с трех ударов выношу врагов так-то. И та штука побыстрее будет. Невероятная коллекция вининьи, здорово. А, здесь невозможно пройти. Это просто нужно было ради невероятной коллекции вининьи. Это все очень интересно, конечно, но... Давай сюда тогда рванем, там вот какая-то плюха еще есть. Да твою ж за ногу-то, блин. И вот как подняться-то, а? Вопрос, конечно, интересный. Что-то чую, мне предлагают убить у тех вот здоровых, да? Ну, потому что все проходы закрыты. Вот там есть, конечно, другой проход. Хотя, как вариант, может быть, кстати, да. Нам нужно просто пройти вот туда, как-то обойти там эту скалу. И потом мы выйдем в итоге в эту башню с другой стороны. Такой вариант тоже вполне себе возможен. Ладно, сейчас давайте я пока сюда рвану. Ну, это фигня. Отчет об эксперименте ордена подопытной 890. Имя подопытного 890. Отчет о состоянии. Самый успешный случай эксперимента по введению прототипа эликсира. Три пациента, страдающих каменной болезнью, одновременно получивших инъекции эликсира, скончались. До самой смерти у них наблюдался болезненный некроз тканей, трещины на коже, судороги и спазмы, кристаллические метастазы по всему телу. В конечном итоге они превратились в мутантов, которых называют тушами. Номер 890 смог подавить побочные эффекты и остается в стабильном состоянии уже 56 часов. У него наблюдается лишь диссоциативная амнезия, судороги, агрессивные порывы и галлюцинации, характерные для обычной каменной болезни. Личное мнение подтверждает, что предложение Ордена взять образец у гвардейца с проверенными физическими способностями было крайне эффективно. Ожидается, что образец, извлеченный из подопытного 890, переведет разработку эликсира на новый уровень. Сестра Адриана, которая получит следующее крещение, должна исполнять желание Ордена. Проснитесь, поднимитесь, вознеситесь. Мы возрожденные, подготовимся к рождению Бога. Опа, здорово. Ну, это не враг, вроде как. Я номер 890, имя драгоценное забыто. Ах, должно быть, в мое скромное жилище попал весьма срочный пациент. Ты все еще дышишь? Лечить тебя нужно быстро. Крату не нужно еще больше живых пациентов. Поверь, так будет лучше. Умереть человеком куда благороднее. Ты что, угораешь, что ли? А что они могут двигаться? Алло. Если ты не жив, тогда ты должен быть мертв. Логика проста. Вот это я зашел на огонек. Да что такое? Подожди. Как врач могу сказать, лучше прерывать жизнь, пока они еще люди. И мне кажется, как доктор, все должно закончиться, пока они еще живут. Абсолютно. 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 Хорошо вышло. Хорошо вышло. Сейчас у меня восстановится стамина. Вот и всё. Теперь вспомнил. Моя Аделина. А что там за маска была? Какой-то странный персонаж у нас тут появился. Вот очередная маска. Вот она. Маска доктора Сыча. У владельца маски было имя до последних минут его жизни. Но в итоге оно было забыто. Безжалостные эксперименты алхимиков довели его до предела. В своей боли он отрёкся от реальности и нашёл спасение в иллюзиях. Понятно. Одни психи кругом. Но на самом деле какая-то награда такая. Дайте кварца. Блин. Ну что такое? Почему? Знаешь, вот типа там куча... Чё-то у меня лицо закрыто. Так вот. Прикол в том, что много полезных навыков, которые могли бы улучшить игровой процесс. И они закрыты за вот этими вот костырями под названием кварц. Его дают слишком мало на начальных этапах игры. И соответственно, ты не можешь нормально прокачать боёвку, чтобы она начала доставлять тебе гораздо больше удовольствия. Наоборот, нужно дать им прокачать людям самые основные навыки, да? Чтобы, блин, было интереснее. А так, блин, я даже в две фазы не могу прокачать, понимаешь? Типа полностью. А их пять как бы, а уже конец игры. Ну типа как так? Как вы так делаете? Типа всё, типа говорят, кварц будет только под конец, типа основной. Получается, чтобы получать удовольствие от игры, да, прокачав все нормальные навыки, нужно пройти игру один раз, прострадать, а потом только игра раскроется. Просто гениальный геймдизайн. Чё тут можно ответить? Они заняли пост. Остерегайтесь ко мне при входе в ущелье. Хорошо. Да ёпт твою мать. Стоп. Ну там ещё один срезик. Ну блин, чё-то локация, на самом деле, какая-то говно, если честно. Типа вообще уныльящее. В том плане, что, блин, вообще неинтересная локация. Мы уже 150 раз такое видели. И она прям, ну ничем тебя не удивляет. Никаких ни видов красивых. Вообще ни хера ничего нет. Типа и смотришь, это какая-то серая, серый кусок говна. Вот и всё, что я могу сказать про эту локацию. Вообще неинтересно. Я так понимаю, что он начинает атаковать быстрее. Да когда? Да. Атакует быстрее, пока камней нет наростов вот этих вот. Их сбрасываешь, и он бьёт быстрее. Всё ясно. Чё там такое? Как будто кто-то ползает. Короче, да, это нужно прям обязательно сбрасывать, чтобы нормально всех фигачить. Ну ладно, сейчас я заточу свою пуху. Быстро очень, ещё хреново, что видишь. Тут нужно, видимо, колечко ставить, чтобы оружие медленнее деградировало. Тут есть срезик где-нибудь, скажите ко мне, пожалуйста. Бля, вот ну сука, ну что это было-то, а? Ладно, пошёл ещё раз. Заводная ручка подвижности, понятно, ничего такого, как обычно. Типа, чем ты чаще атакуешь, тем оно быстрее становится. Маринетка будущего, ладно, давайте, раз оно уже здесь. Почему нет, если да? Давайте попробуем. Блян, я так и знал. Блян, я так и знал. Блян, я так и знал. Долго замахивается, да. Ай, блин, он встал. А-а-а, нет. Опять ждём. Всё нормально, всё хорошо, так и задумано разработчиками. Это очень увлекательный бой, как обычно. Я так и знал. КомMac, камчgehим. охренеть слушайте просто трэш кварц получили зато о наконец-таки хоть что-то хорошее так понимаю что если вторую уничтожить такая же фигня будет да ну пошли уж раз уж начали все это увлекательное дерьмище сейчас у нас проблемы будут судя по всему потому что здесь меня еще обстреливают давай сюда выходи и здесь повоюем уже а 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 но а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Есть еще кварц. Вот это я понимаю. То не дают нифрена, то заваливают. Слушайте, сейчас пойдем прокачаем всякие нормальные навыки. Блин, капец. Я, конечно, аптечки потерял. Ну ладно, на того стоило все-таки. Где? Ну, фигня. Ну, это, типа, ускоряет восстановление этих вот плодов денежного дерева. Все, текаем обратно. Ну, короче, да, пуха такая, своеобразная. Не скажу, что она плохая, просто, типа, ну, она, мне кажется, медленная достаточно. И это проблемка. Поэтому сейчас попробуем поменять все-таки на ту. Посмотрим, что изменится. Вес поменьше, видишь. Попробуем все-таки с этой побегать. Я не знаю, разницы будет, нет. Теперь, что мы делаем? Телепорт. Как раз-таки отдадим шкатулку. Посмотрим, что там в ней есть. Да, да, да. Ну, он это говорил. Купить. Что-то есть. Ну, типа, всякое такое. Вот что-то есть, смотрите. Повышает маг запас УЗ, выносливость и легиона. Опа! Это однозначно берем. Талант плюс четыре. Ну, может пригодиться. Давайте я выкуплю, пускай будет. Почему нет, да? Временно повышает шанс крит удара оружия. Почему нет? Что еще? Ошеломляющий эффект во время атаки. Ну, почему нет? Давайте. Усиливает эффективность блока. В принципе, нормальная тема. Смотри, давай для разнообразия поставим что-нибудь другое. Крит удары усиливает. Посмотрим, как это работает. Теперь здесь. Я хотел что-то еще сделать и забыл. Кварц, точно. А, да, я же хотел еще поставить другое. Так, это и убираю пока. Насколько это все повышает? Ну, то есть, типа, вот примерно настолько. Ну, нормально, в принципе, попрет, я думаю. Нужно сейчас прокачать еще один слот для амулетов. И что-то еще там я хотел. Сейчас глянем. В общем, смотрите, здесь у нас... Блин, вот. Сейчас я выберу что-нибудь. Повышение разрушительного урона при идеальном блоке. Я думаю, что это хорошая вещь. Это раз. Теперь здесь что-то у нас такое есть. Получение регенерации при блоке. Угу. Нет. Комбинация уклонений. Уклониться во время уклонения. Ну, неплохо вообще. Не мешало бы. Но я привык, в принципе, давать, наверное, повышение разрушительного урона при идеальном блоке. А, нет, стоп. Получение регенерации при блоке. Да, я думаю, что это хорошая вещь. Больше импульсных ампул. А что нет? Новое что-то открылось. Смотрите, больше ячейок для амулетов. Хорошо. Здесь оцепенение при идеальном блоке. Сбивает стойку врага при успешном идеальном... Вот, смотри, сколько здесь всего запрятано. Я же вот говорю, чтобы, наверное, получать удовольствие от игры, нужно игру один раз пройти, только на второй новый, ну, типа, на НГ+, игра раскроется, судя по всему, я так понимаю. Потому что все самое интересное запрятали под конец. То есть сама по себе прокачка идиотская. Многие вещи можно было бы засунуть, наоборот, в начало. Мы это бы прокачали, и в итоге все работало бы гораздо лучше. Больше применения особого точильного камня. Вот тоже хорошая вещь. Больше ячейки, ну, это не особо важно. Ну, сам факт. То есть вот даже вот здесь прекрасный... Вот этот прекрасный перк тоже вот. Капец, вот сколько всего, да? Ну, почему так все тупо? Тут просто многие вещи по дефолту доступны были в Dark Souls, блин, в самом начале, понимаешь? А здесь нужно это открывать. И пока ты откроешь, ты проклянешь игру и выключишь ее 20 раз. В этом основная беда. То есть геймдизайнеры немножечко плохо соображают. То есть, типа, видно, что опыта нет. Вообще, вот я говорю, заметил такую херню, то что многие начинают создавать игры, не зная хотя бы теорию. Вот теория — это очень важная вещь, которую все упускают. Я уже поднимал этот вопрос в других прохождениях. Но я вот хочу сказать следующее, что многие считают себя гениальными геймдизайнерами и полностью игнорируют опыт поколений вот этих вот разработчиков, которые были до них. Потому что они думают, да, мы сами все сделаем, мы лучше знаем, мы лучше знаем. Это большая ошибка. Вы плохо знаете, вы ничего не знаете. Почитайте, что говорят те разработчики, которые имели дело с такими играми. Почитайте одно, второе, третье. До хрена всякой литературы есть. До хрена всяких интервью, где люди делятся опытом. Это очень важный момент. Сейчас я подвижности добавлю, наверное, потому что... Слушай, а подожди-ка, вот ноши повышают предельный вес. Ну-ка, бэмс. Ну, в принципе, это нормально повышает, да. Ну, видишь, нам все равно один хрен это не помогает, потому что нужно скидывать хотя бы минимум до 50 с чем-то. Поэтому пока, наверное, подвижность. А потом, если что, поменяем на вот эту вот всю историю, потому что эта штука... Хотя, знаешь, вот эту вот можно поменять. Нафиг она надо? Толку от этого вообще нет, на самом деле, в моем случае. Так что я пока снижу... Во, смотри, хоп, 59. Вот это я понимаю. Все, теперь я могу быстро восстанавливать себя с Тами, ну, прекрасно. Пойдемте. А вот я, слушайте, я же уничтожил этих роботов, да? А там ворота открылись-то, мне хотелось бы узнать или нет. Нет, закрыто все-таки, видите? Значит, все-таки они не стали делать всю эту историю с... Хотел бы быстро сказать. С открыванием дверей после убийства сильных мобов. Просто как туда попасть тогда в таком случае? По идее, как-то вот отсюда же, да, вот там непонятно. Ну вот, смотрите. Гораздо лучше это оружие, да, оно быстрее и наносит больше урона. Так что да, что-то я погорячился. Обзываю это оружие хорошим. Чуть не убился только что, прикиньте. Случайно. Я не долечу, лучше так не делать. Чуть не убил. Тут будет немного. Тут. Уб... Та... Теперь здесь Что-нибудь есть у нас? Вот там что-то там было, да, по-моему? Только я... А, там проход был как раз-таки, да А что у нас тут? Давайте хоть посмотрим Сейчас главное не упасть Да блин Субтитры сделал Dima Лучше перестрахуюсь, ну его нафиг Интересно, босс там далеко еще, не? Очень бы хотелось это узнать Патроны легиона, ну в принципе не зря сходили Какую-то может... Какую-то другую руку, наверное, стоит еще прокачать Попробовать Ммм, да Сейчас что-то будет И где у нас тут? Сейчас его собьет, по идее же, да? Добиваем, пока он не встал Прямо Sand Fortress 2.0, да? Уходим Сейчас ждем Да, разработчикам, видно, очень понравился Sand Fortress Они прям в диком восторге пребывают от него Тут еще и бабочек поставили специально, чтобы меня отвлекать Великолепно Но мне нужно, по идее, туда, а не сюда Чуть не упал Да иди нахрен Эту бабочку надо убить Теперь идите сюда, сволочи Вот про это я что-то не знал Еще специально, знаешь, положили предмет, чтобы меня замедлить А там по-любому какая-нибудь херня просто Я вас уверяю Ну, конечно А нам нужно вниз, я так понимаю, да? Да Пойдем Бабочки нихрена толком не дают, блин Поэтому я не вижу смысла даже с ними это самое На них время тратить Да ты прикал И теперь опять сюда пилить Представьте, сука, сюда нужно идти Вот просто на секундочку И никаких сука Короче, не хочу Все, ребят С меня хватит Все, ребят На сегодня хватит Спасибо, что смотрели Не забывайте тыкать пальцы вверх Комментировать Подписываться на канал На телегу Подписывайтесь Там новости канала И не забывайте поддерживать канал рублем Это помогает оставаться ему на плаву Ссылки все в описании Ребят Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok